Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Инвестиции в искусство. Современные художники». В рамках этого эфира мы смотрим, какие интересные работы пишут наши участники и зрители. Кстати говоря, тоже иногда появляются. Интерстрим, Ютрейд ТВ открыт для всех. Ну а на этой неделе мы начали работу с профессиональными художниками, которые уже в марте прошли первый цикл, сейчас уже идет второй цикл работ, посвященный Китаю. И с нами сегодня московская художница Екатерина Ивлева. Екатерина, приветствуем вас! Приветствую! Приветствую! Как вас Китай? Не напугал? Нормальная? Нет, прекрасная, отличная тема, с огромным пространством и воображением. Здорово, здорово! Воодушевил! Что вы сказали? Воодушевил, не напугал, а воодушевил. А, ну за счет. Да, я очень рад, что такая реакция, потому что понятно, что все-таки культура другая, тема другая. И, ну что, друзья, давайте начнем тогда сразу с самого начала. У нас уже есть три наброска, я их буду по очереди выводить, и мы узнаем у Екатерины, какие идеи у нее на эту вторую апрельскую уже работу. Екатерина, какая, какую концепцию, какую тему вы выбрали и что перед нами? Картина предлагается назвать «Азиатский тайфун», на котором будет изображен огромный, ну, как мы знаем, тайфун – это почти мифическое животное, которым приписывали вот такой облик в виде огромных водяных мест. Китайский тайфун, азиатский тайфун, несущийся на дороговую линию азиатскую, которую мы видим там Китай и другие азиатские страны, от Японии до Индонезии. Ну, конечно, Россию через, как бы, в удаленности на следующих… Ну, да, ну, Приморский, конечно, Приморский край – это тоже Азия по большому виду. Да, 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 конечно. Поэтому мы все правильно имеем, да, оказаться… На все эти азиатские страны несется огромная, мощная полумифическая волна, там, с легким налетом абстракции азиатскую, там, в котором будут смущены символы культуры российских, России и других азиатских стран, преимущественно Китая. Это предложение того, как картина будет выглядеть, так сказать, издалека, то есть в плане своей композиции. И нарисовать очень точно, узнаваемо по спутнику береговую линию континента с соответствующими странами и поверх этой линии изобразить там полуабстрактный бюджетский азиатский, который символизирует весь тот процесс развития, который мы воспринимаем в этих азиатских странах, невероятно мощный и просто быстрый. Я понял вас. Я понимаю, что тайфун – понятие абстрактное, то есть это не будут массы воды, которые свойственны для тайфуна. Я, кстати, удивился, узнав, что тайфун – китайское слово. Я что-то думал о какой-нибудь… Тайфун. Да, да, да. Ну вот и оказалось. Два слова. Да, да. Как оказалось, да. Вот. И символы, конечно, очень интересно, какие символы вы выберете для этой работы. Ну что, давайте посмотрим второй набросок. Здесь уже с символами попонятнее. Я вижу, здесь башенки несутся. Это, конечно, великая китайская стена. Я понимаю, что на таком уровне детализация – это еще не очень узнаваемо, но это будет вырисовано достаточно четко. Наверное, более известного символа китайской культуры трудно найти. Это древние. Аж с Луны видимо. Кто-то мне говорил, что с Луны можно разбудить на поверхности Земли великую китайскую стену. Ее, как часть символов используется, что там, понятно, может быть, безмерно по размеру нарисовано. Ну, это фрагмент. Это эскиз фрагмента картины, узнаваемый очень многими иностранцами, не только россиянами. Собор на Красной площади с такими характерными луковицами для российской культуры, луковичной формы макушками церковными, которые не просто символизируют самого себя, но еще и делают отсылку ко всем всевозможным многочисленным храмам на российской территории Азии, которые можно много где встречать, летят в тайфуне кокошник. И вот там даже видно азиатская такая треугольная шляпа, защищающая от солнца на рисовых плантациях работников, фермеров, потому что рис был основой азиатской культуры очень-очень долго. И дальше, ну, тут, наверное, я попыталась изобразить матрешку, такую Нестинг-долл, и листики чая, но на самом деле этих символов гораздо больше, и они будут изображены в основном, понятно, по смысловому подбору, я попробую наиболее гармонично подобрать, но еще и то, что будет в рамках композиции, хорошо выглядеть. Потому что, возможно, стоит сделать выбор в пользу чего-то более... менее детального, такого, как листики чая, если оно будет выглядеть хорошо в рамках тайфуна, то я вам предпочтаю им, а не более детальным каким-то архитектурным строением. Посмотрим. Мне самое интересное, главное, чтобы итог... Я понял вас. Ну да, но вообще-то то, что там, так сказать, летит китайская стена и там какой-то собор российский, как-то да, все-таки тревожное впечатление. Может, что попроще, там, балалайку, водку, я не знаю. Можно и водку, но лучше балалайку. Я шучу, конечно, но какие-то другие... А медведи вы предлагаете вставить? Просто как-то... Это животное, не морское. Но в России ассоциируется многим. Да, да. Ну, вы имеете в виду бурые медведи, панды, летят к палалайке. Да, да, да. Я имею в виду бурые медведи с балалайкой. Пролетаем вместе, да? Ну, есть о чем подумать? Конечно, ну, это очень предварительный выбор символов, естественно. Мы можем еще дополнительно с вами обсудить, какие символы хорошо бы туда включить. Вот единственное, в каком символе я на самом деле уверена, это в том дракончике, драконе, который вы видите вот на этой картине. Мне кажется, его действительно стоит включить. Во-первых, это очень красивое мифическое животное, прочно ассоциирующееся у многих с Китаем. Ну, и просто это морское зверь, и в тайфуне ему самое место. Кроме того, себе животное по мифическим своим свойствам мощное и в чем-то перекликается с символикой тайфуна. Здесь он на веере сидит, на китайском, азиатском веере красном. Ну, понятно, у него здесь он изображен, но, наверное, вы узнаете очертания, потому что сувениров очень много с изображением каких-то драконов продается. Я понял вас. А вот что-то аналог, российский аналог дракона, у нас есть что-нибудь такое? Вот я предложила медведя, но медведь – животное, не морское, поэтому я не знаю, как вы на это посмотрите. И оно еще и не летающее, к сожалению. Ну, можно медведя изобразить на берегу. А дракона в воде как раз будет и географически логично достаточно, потому что все-таки большая часть населения, большая часть площади России находится чуть левее на карте, а Китая чуть правее. Вот в таком стиле, я думаю, может сработать композиция. Я понял. Либо медведя можно поместить на что-то плавучее. Давайте подумаем, потому что идея, ваша идея очень хорошо выглядит. Это вот тайфун, смешение культур, плавильный котел, как в Нью-Йорке. Все выглядит – отличная идея. Ну вот, а символы, что с тайфуном могут нести? Да, конечно, у вас есть о чем в ближайшую неделю подумать. Я вот сижу, думаю, действительно, у нас получается мощного такого мифического зверя, чтобы он еще и летал как-то так в нашей мифологии даже. Здесь есть шарпица, но я боюсь, что ее могут путать с азиатским фениксом. В принципе, у них, возможно, даже они родственники, у них корни похожи. Сискобуни какой-нибудь. Конь волшебный. Да, 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 тоже интересно. В общем, у вас большой выбор, есть о чем подумать. Поняли вас, Екатерина, ваш замысел замечательный. Несколько вопросов по самой работе. Какой размер работы вы выбрали? Предварительно 60 на 80. Однако, думаю, что можно подумать в сторону немного более квадратного формата, потому что он будет больше напоминать карту. Ну вот я не знаю, мне интересно ваше мнение узнать на эту тему. Например, 80 на 70 это такое, то есть увеличенную высоту. Как вам удобно, естественно. Главное, чтобы не меньше 60 на 80, а больше, это ваше право, можете 3 на 3 сделать. И тогда, так сказать, сразу это пойдет в эту Третьяковскую галерею, потому что больше нигде площадь для размещения такого объема не найдем. Я понял вас. Да, увеличить, если вам удобно, пожалуйста. Некоторые участники увеличили даже 90 на 90 сделали квадрат. Понравился формат, да. Так что, пожалуйста, конечно. Хорошо, понял вас. Екатерина, позади вас висит картина. Я вот не помню, вы говорили о том, что это за картина, или ее вообще не было? Я вот почему-то ее не помню. Ой, это, наверное, случайно изменилось положение веб-камеры, и вы ее начали замечать. Может быть, и не было. Это моя интерьерная работа. Ну, в смысле, я ее нарисовала, чтобы она снесла до стены. А, я понял. Что на ней изображено? Там такая фентезийная гора. Работа монохромная. Наверное, можно немножко повернуть камеру. Нет, там цвета-то есть все-таки. Там не черно-белая уж совсем. Да, конечно. В этом преимущество художника. Он может нечетко называть, нечетко использовать технологии. Ему все прощают. А, я понял. Да, да, да. А у нас тут же были инвесторы. Мы же инвесторы. У нас же все должно быть в кассе. Дзынь, дзынь. Да, но тем не менее, такие работы, несмотря на то, что там какое-то количество цвета есть, принято называть монохромными. Потому что там очень много черного и белого. И смешанного из них многочисленных оттенков серого. Да, конечно, там добавлено немножко такого христого, красного и коричневого, чтобы работа не имела глубину. И поскольку работа интерьерная, там в сервисе добавлено много золота. Я люблю очень читать все возможные правила классической живописи, особенно когда это имеет смысл выглядеть эффектно. Поэтому на работу, сделанную на холсте маслом дорогими благородными красками, я посыпалась сверху почти что золотыми блестками. И считаю, что это выглядит великолепно. Но это, конечно, в переносном смысле. На самом деле, я сверху положила современную золотую краску, которую древние классические мастера такой краской не обладали. У них не было наших современных технологий. И я думаю, что они мне завидуют сейчас. Потому что выглядит она великолепно. К сожалению, ее не передают видеокамерам этого блеска. Конечно, я понял вас, ясненько. А почему гора фантазийная? Просто вот вы так ее увидели на какой-то планете. Потому что у нее нет реально... То есть, может быть, и можно найти у нас где-то прототип, но скорее это где-то в параллельном измерении. Ну, то есть, имеется в виду, что картина нарисована не с натуры, с какой-то конкретной горы, а скорее... А, просто... Фантазия, основки. Идеальная гора, которая вам понравилась в голове. Я понял вас, ясненько. Я просто думал, фантазийная, это где-то фантастический мир, там летают люди где-нибудь на ракетах, а еще что-то. Ну, можно так сказать, это все, но у нас, мы на воле воображение, это вы посмотрите на горы. Самое главное, что нельзя сказать, что какая-то конкретная известная гора похожа на это, да. Я понял вас, ясненько. Спасибо большое, Екатерина, за этот рассказ, это наш ответ Густаву Климту с его золотыми картинами, у нас тоже было, так что все нормально. Вот, поняли вас. Ну, здорово, здорово. Ну что, Екатерина, теперь с чего начнете после окончания эфира? Холст, понятно, а затем, вот, что самое главное, а, до начала эфира вам самое главное определиться, конечно, какие символы у вас там будут лететь. Вот, а жар-птица сильно похожа на Феникс или это есть Феникс? Нет, но Феникс, это что-то другое. Нет, все-таки функционально они отличаются, у них разные достаточно свойства, ну, согласно мифам. Ну, вот, но, тут можно сказать, да. Да, да, это, знаете, как есть, говорят, супергерои с разной властью, да, там, от Супермена одно человек по углу. Ну, да. Так и здесь, Феникс и жар-птица разные. А жар-птица я уже забыл, сказки давно читал уже, там она что-то делала, что-то махала, какие-то чудеса делала, да? В основном ее все пытались поймать, не очень успешно, а, блин. Ну, да, да. Нет, а сама мифическая жар-птица в сказках-то, она что делала? Махала или что-то? Извините. Веря. Нет, ну, на самом деле у нее есть какие-то волшебные силы, ее, то есть, ее перо светится в темноте, она там может исцелять кого-то снизу. И, наверное, большая часть ее волшебной силы в том, что никто точно не знает, на что способна жар-птица, поэтому очень часто в сказках ее присутствие создает такой прием, как рояль в кустах. Появилась жар-птица и что-то поменялось, и никто заранее не знал, что это возможно. А, нет, а вот я читаю описание аналитиков насчет жар-птицы. Это персонаж восточнославянских волшебных сказок, птица с золотыми и серебряными крыльями, от которых идет яркое сияние, глаза в нее сверкают, сидит птица в золотой клетке, а по ночам отправляется воровать золотые яблоки. За этим занятием ее, как правило, застает главный герой. А, так это криминальный талант вообще. Я насчет клетки не уверена, потому что все сказки, которые я помню, там в клетку ее очень сложно посадить. Очень часто весь сюжет строится на том, что для какого-то царя главный герой пытается поймать жар-птицу, и ничего не получается. Или получается, но потом из этого что-то интересное все равно случайное происходит. Я понял. Нет, ну просто ее ведьмочной деятельности я как-то так и не знал и подзываю. Вот она сейчас, вот она как это. Понятно, если золотые яблоки не воруешь, то откуда у тебя золотые перья? Это же экономическое содержание процесса предельно понятно. Поняли вас, Екатерина. Хорошо, спасибо. Ну что, давайте подумаем над символами, так, чтобы они были, конечно, не вульгарно, не аляписто. Вот, и там понятно, что это не бутылка водки, не балалайка. А вот прямо действительно что-то подумать надо глубже. Вот в чем такое, скажем так, духовное содержание китайской нации, российской нации, вот такое что-то, знаете, может быть объединяющее, подумать. Даже не представляю. Кроме чая ничего особо в голову не приходит. Ну чай, понятно, здесь не совсем уместно. А вот что-то, что-то надо придумать. В общем, ну что, я, как обычно, самую трудную часть работы поручаю кому-то из участников и Трейд ТВ, в данном случае вам. Вот, так что желаем вам успешной работы. Продумать композицию, какие символы вы хотите там увидеть в этом смешении культур. И с удовольствием узнаем об этом через неделю. Так что спасибо большое, Екатерина, за ваш обзор, вашей новой работы. Желаем вам успешного начала. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Да.